Болливуда и Болливуда, журналисты, блогеры, папарацци и просто любители кино из более 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки заполнили центр столицы Узбекистана. Причина – открытие кинофорума «Золотой гепард». Девиз Ташкентского международного кинофорума «Цивилизация, 21 век. Диалог культур». Слоганом нынешнего года послужило изречение «В зеркале и загадке. В отражении и насказании». На предварительном этапе было просмотрено более 500 фильмов, отобрано в конкурсную программу 11 полнометражных, 13 короткометражных и 10 анимационных фильмов, всего 34 ленты. Председателем жюри кинофорума был избран Джан Юань, один из выдающихся режиссеров современного китайского кинематографа. Также сценарист, продюсер, актер, лауреат премии культуры и мира ООН. Я в Узбекистане в первый раз и могу сказать, что мне очень понравилась страна и ее доброжелательные люди. Я принимал участие во многих международных кинофестивалях и как председатель, и как участник. Но пребывание на таком проекте в Центральной Азии для меня это первый опыт и достаточно продуктивный опыт. Я считаю, что страна может уже гордиться этим великим проектом, проектом «Золотой гепард». В рамках кинофорума состоялась международная конференция национального кино в глобальном мире, 23 мастер-класса и 10 пресс-конференций, 16 кинопоказов в рамках конкурсной программы, 23 вовнеконкурсные, корейские, индийские, французские фильмы, специальная программа документального кино и демонстрация чешских киносказок. Всего в рамках третьего ташкентского международного кинофорума «Золотой гепард» прошло 75 мероприятий. Как и многие мои коллеги, я в Ташкенте впервые. Что сразу бросилось в глаза, так это красота города. Я надеюсь, что у меня будет шанс также увидеть другие города Узбекистана и в первую очередь Самарканд. По приезду я посмотрела несколько фильмов из старой узбекской коллекции, и я в восторге. Я хочу привезти их в Германию и показать своим коллегам, чтобы вместе разделить этот восторг. Все это удивительно. Кинофорум «Золотой гепард» выделяется своей концепцией и научной ценностью. Микс Востока и Запада помогает нам лучше узнать друг друга, развивать сотрудничество между странами. Возможно, в будущем Узбекистан и Иран объединят свои силы и создадут совместный проект, в котором я бы с большим удовольствием принял участие, поскольку мне нравится ваша культура, и она мне близка. У третьего кинофорума обширная география. Это Сербия, Германия, Швейцария, Китай, Иран. Одним словом представлен и Восток, и Запад. За статуэтку «Золотого гепарда» в этом году боролись 10 картин режиссеров из многих стран мира. Фестиваль «Третий год», а на то, что он только третий год идет, он очень хорошо организован. Меня порадовало не только то, что везде, где я прихожу, везде одна молодежь, студенты, замечательные, красивые, молодые люди. Значит, Узбекистан имеет огромное будущее. У ташкентского киносмотра, скажем так, да, как бы он ни называл, фестиваль, форум же, очень такой большой и серьезный бренд, мировой бренд, понимаете? И этот бренд обязательно нужно и сохранять, и укреплять, и развивать, потому что, в общем-то, это всегда было такое сосредоточение, сплетение азиатского кино, понимаете? Кино, кино вот того мира, который мы не очень хорошо знаем, а который вы знаете досконально. Закрытие «Третьего ташкентского» международного кинофорума «Золотой гепард» состоялось вечером третьего дня «Артвик». Среди почетных гостей церемонии были голливудская звезда Кэри Хирою Катагава, российский актер Дмитрий Дюжев, телеведущая Оксана Пушкина и известный композитор и певец Юрий Антонов. Хочу пожелать этому форуму культуры и искусства процветания. Это очень положительно влияет на общество, мне кажется, особенно на молодежь. Она вырастает современной, с широким кругозором. Это помогает не только, мне кажется, это вообще продвижению страны в мировом сообществе. Это очень хороший, позитивный шаг, поэтому я желаю не только этому форуму, но вообще в республике успехов. Я знаю, что много гостей из разных стран приехало сюда. Это уже показатель очень значительный. Хочу пожелать успехов. Первую статуэтку в номинации за лучший анимационный фильм получил фильм «Отец» из Болгарии, Хорватии и Германии. Лучший короткометражный фильм «Порваная» из Швейцарии. Приз за лучшую женскую роль получила актриса из Китая Науминг Хуари. Науминг Хуари сыграла главную роль в конкурсном фильме «Молитва», где также выступила режиссером и сценаристом. Лучшим актером на нынешнем кинофоруме стал узбекский актер Бахтийор Касымов за роль в фильме «Сад» режиссера Сабира Назармухамедова. Кушуисты из детского спортивного комплекса «Форум Джуниор Спорт» вместе с актером Кэрри Тагава исполнили танцевальный номер с элементами боевых искусств под музыку из кинофильма «Мортал Комбат». Это было неожиданное, но запланированное организаторами действо, где статуэтку лучшего режиссера из рук Кэрри Тагава и российского режиссера Сергея Соловьева получил иранский киномастер Адел Яраги, снявший фильм «Знакомство с Лейлой» вместе с Абасом Киара Стами. «Стайлус» — это воображение творчества. У Гульнары Каримовой безупречный вкус, и он проявляется во всем, в ее коллекциях, показах, проектов. Меня впечатлила «Неделя искусств». Столько всего произошло, что я до сих пор не могу понять, что мне понравилось больше. И я очень рад быть здесь, в Узбекистане, и поддерживать этот проект. Надеюсь, я буду приезжать сюда каждый год. Еще одним неожиданным и приятным сюрпризом стало выступление известной узбекской актрисы Райхон Уласеновой. Она исполнила песню из кинофильма «Убить Билла». Вместе с ней на сцене появились байкеры на мотоциклах. И вот наступила кульминация кинофорума. На сцену поднялась председатель Оргкомитета кинофорума Гульнара Каримова и председатель жюри кинофорума Джан Юань, чтобы объявить победителя в главной номинации Третьего Ташкентского международного кинофорума «Золотой гепард». И каково было удивление присутствующих, когда для вручения награды на сцене появился сам Майкл Мэтсон. Лучшей полнометражной картиной признан фильм турецкого кинорежиссера Пеллена Эсмера «Сторожевая башня». Церемония закрытия «Золотого гепарда» была зрелищной и неожиданной. На сцене развернулось молодежно-концертное шоу. Известный французский актер Фредерик Дефенталь выступил на церемонии закрытия в роли диджея, исполнив микс на популярную узбекскую мелодию «Танавар». Субтитры создавал DimaTorzok «Танавар» Откровенный и настоящий. Так можно сказать о 4-м международном театральном фестивале «Театр УЗ». Откровенный для зрителя и настоящий для профессионалов своего дела. Несмотря на некруглый порядковый номер, фестиваль подготовил программу уникальную. На фестивальных подмостках зрители увидели постановки творений всемирно известных авторов, таких как Кадыри, Наваи, Гаджибеков, Барикко, Шлаки, Андерсон и Готцы. Также был представлен совместный проект Узбекистана с Израилем – спектакль «Happy End». Для меня было большой честью и гордостью, что фестиваль «Театр УЗ» был открыт израильской пьесой. Израильские театры не первый год принимают участие в этом фестивале. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить организаторам этого проекта, которые вкладывают всю душу в искусство Узбекистана и организацию таких замечательных мероприятий. Фестиваль «Театр УЗ» – это отличная площадка, где встречаются театры, талантливые актеры, создаются проекты. Международный фестиваль «Театр УЗ-2013» включил в себя 27 проектов, среди которых 4 мастер-класса, совместные постановки, спектакли зарубежных труб, а также столичных и областных театров Узбекистана. Причем программа четвертого формировалась молодой командой режиссеров. Фестиваль открыл новые имена, дал толчок к созданию новых спектаклей и выполнил свою одну из главных целей. Содействие создания молодого и прогрессивного сообщества молодых театральных деятелей. Очень много молодых людей, очень красивые глаза не только тех, которые на сцене играют, но очень красивые глаза и публики. А значит, это все хорошо с театром, чтобы так было и дальше. Пэшн-блог недели составили 17 показов от зарубежных брендов и дизайнеров, в число которых вошли презентации от известных ювелирных брендов. Шоу известных домов моды. Одно из которых было шоу от знаменитого итальянского дизайнера Стефана Ричи в Ташкетском цирке и удивительно креативное дефиле от именитого бренда Disquire. Также в этот блок вошли фестиваль национального платья с участием 15 дизайнеров и генеральное дефиле от дома стиля с участием 10 дизайнеров. Всего было представлено 65 коллекций от дизайнеров Испании, Италии, Малайзии, Франции, Японии, Китая, России и Узбекистана. Так много событий и впечатлений. Такое необычное и креативное все вокруг. Я чувствую себя частью этого города. Спасибо организаторам за такую магию искусства и красоты. Ну что ж, я поражен талантом молодых дизайнеров из Узбекистана. И очень хорошо, что они не пытаются копировать европейские стили и бренды, а создают свои, очень необычные и очень красивые, причем сохраняя все свои народные традиции. Style.uz знакомит мир с узбекской модой и способствует сохранению национальных традиций. Это возможность для молодых дизайнеров заявить о себе. Мне очень понравился этот проект. Фестиваль национального платья «Особая нотка стайлус». Именно с этого проекта началась много лет назад «Неделя искусств». Именно этот фёст впоследствии и лег в основу грандиозного проекта. Фестиваль национального платья всегда блещет на сцене модного парада. И это объясняется очень просто. Отталкиваясь от прошлого, узбекские дизайнеры прокладывают надежную дорогу в будущее. Это такое интересное качество, и в то же время, и такое европейское качество. И в то же время это такая присутствует народность, и это так красиво подается. Это традиционная такая красота узбекская, такая цветная. И интересно работали модельеры. Это очень талантливые молодые люди, которые ещё и занимались комбинацией разных стилей, разных жанров. Фестиваль национального платья на самом деле не развлекательная импровизация, а тщательно подготовленная демонстрация. Готовится к фестивалю целый год. Проделана большая исследовательская работа по изучению национального костюма. На основе данных, выработанных рекомендаций для дизайнеров, созданы коллекции, стилизованные под старину, но при этом с современной подачей. Такой показ, он не просто связан с моделями, он связан с нашей культурой, с очень интересными этническими подробностями и, опять-таки, возможностями наших мастеров. Пока есть наши традиции, есть их продолжение. Браво, спасибо за этот прекрасный праздник. Всем, кто его подготовил, все, кто в нём участвовал, спасибо вам большое. Традиционной частью Art Week Style Us ежегодно становится благотворительный гала-ужин в поддержку женщин с диагнозом рак молочной железы. Все собранные средства направлены на реабилитацию и лечение женщин. На гала-ужин собрались около 500 человек. В рамках события прошёл традиционный благотворительный аукцион. Автор проекта, Гульнара Каримова, вручила благодарственные дипломы партнёрским организациям, путёвки в оздоровительные санатории 10 женщинам, сертификат на прохождение лечения в израильской клинике и вручила представителям трёх онкодиспансеров «Андежанского», «Сырдарьинского», «Кашкадарьинского» сертификата на получение машин скорой помощи. Это мой третий приезд в Узбекистан на фестиваль, и я рад этому. Я рад приехать в эту потрясающую страну вновь. Эта неделя в Ташкенте вдохновляет своей красотой и добротой. Благотворительность заставляет остановиться, задуматься. Мы не одни в этом мире. Есть люди, которые нуждаются в элементарной поддержке, в сочувствии, в добром слове. Стайл Уз – здесь переплетается столько мероприятий сразу, и это замечательно. И мне очень радостно, приятно и почётно находиться на таких мероприятиях. Это очень правильно, потому что не всё может государство сделать. Но есть люди, которые обеспечены, самодостаточны. Ну, давайте поделимся кусочком добра и своего благополучия. И тогда всё-таки улыбок будет детских больше, и не детских, и взрослых. Сегодня очень особенное мероприятие. Я вообще рад всему, что происходит в Ташкенте на этой неделе. Я участвую в ней впервые. И я очень удивлён и впечатлён всей организацией этой недели. В нынешнем году концертную программу «Галла-ужина» составили выступления известной российской...